Всем привет, меня зовут Влад Филадов, и в этот раз я вам покажу, вы знаете, не покажу, я скорее расскажу вам, зачем покупать Samsung Galaxy S6 Edge Plus, если уже доступен Samsung Galaxy S7 Edge. А все очень просто, на самом деле это фактически один из лучших фаблетов на рынке, только потому что, ну собственно, а-ля Samsung, ну конечно же у нас Edge экран завернутый, ну и много плюшек внутри, которые нисколько не хуже, чем у того же Galaxy S7. Прежде чем начнем, я хочу вам посоветовать магазин, спонсор данного эпизода, buyon.ru, замечательный магазинчик, можете купить там по отличным ценам и Samsung Galaxy S6 Edge, и S7 Edge, и любые другие смартфоны, выбор огромный, быстрая доставка, самое главное, наверное, еще и бесплатная, все-таки вы должны понимать, что по нынешним временам это немало, особенно по Москве, если смотреть. Ну и, конечно же, качественный товар, никуда не деться, это абсолютно официальные RST-шные вещи, которые имеют официальную российскую гарантию. В общем, ссылка в описании на магазин, переходим, смотрим, выбираем и, конечно же, покупаем. Начнем с распаковки, откроем коробочку и посмотрим, что Samsung положили с S6 Edge Plus в комплект. Итак, в комплекте у нас находится вот такой вот набор инструкций, штрих-коды с EMA, интересно, вот так вот интегрирована у нас скрепка для того, чтобы открыть платок с сим-картой, в моем случае аппарат односимочный, карточки памяти данный смартфон не поддерживает, поэтому будем довольствоваться 32, 63 гигабайтами или же 128 гигабайтами встроенной памяти. Ну и, конечно же, дальше все достаточно тривиально. Вилка для зарядки у нас, причем с поддержкой быстрой зарядки, micro-USB кабель, самый обычный и вот такая вот гарнитура. Она нам выполнена на манер, скорее всего, AirPods ближе всего, но по факту звучит неплохо и напоминает такие достаточно качественные затычки за пару-тройку тысяч рублей, поэтому Samsung в этом смысле большой респект. Если посмотрим на внешний вид смартфона, то здесь у нас все премиальник, а еще у нас вот такой вот золотой цвет, но дополнительный, да, конечно, чистый прям лакшери, шучу, шучу. Толщина 6,9 миллиметра, 153 грамма веса, да, в общем-то, по всем показателям явно лучше, что может быть для достаточно крупного смартфона с дисплеем 5,7 дюйма. Что касается у нас именно показателей более детальных, давайте к ним и перейдем, чтобы было понимание. Горелый глаз спереди, горелый глаз сзади, что, в общем-то, нам подсказывает о том, что не разобьется, не поцарапается, и действительно, Samsung крайне тяжело царапается в этом плане, а вот заляпывается достаточно легко. Почему сравниваю с S7 Edge? Да потому что там 5,5, тут 5,7, но даже вот такое не самое большое соотношение в плане дисплеев, то есть вот этот конкретно побольше, явно будет играть на руку и будет интереснее, особенно если вы хотите именно фаблет-фаблет, поэтому, ну, вполне логичная покупка в таком плане. А габарит на ней очень схожий, это чуть-чуть побольше. Что касается, конечно же, тыловой части, то здесь у нас логотип Samsung, вот меня удивило, вам не будет видно, но здесь написано по-русски, сделано во Вьетнаме компанией Samsung, причем компания Samsung написана тоже по-русски, вот такого не видел еще, не знаю, может быть, я просто не обращал внимания, мне не подалось на глаза, но действительно любопытно, что Samsung прямо по-русски пишет даже свое название. Ну, а здесь у нас Samsung написано уже нормально. Что касается камеры, то это 16 мегапикселей, у нас светосила f1.9 и, по сути, это тот самый модуль, ну, немножко докрученный, прям минимально, который стоял в Galaxy S6. Прекрасная камера, одна из лучших на рынке, действительно снимает отлично, пример, фото-видеосъемки вы видите в конце, оригиналы, естественно, будут по ссылке в описании, как обычно, тоже можете скачать, посмотреть в оригинале, что там и как там, но, поверьте, прям очень-очень. Единственное, что видео я снимал при 60 кадрах в Full HD, я не стал снимать в 4К, я думаю, что этого будет более чем достаточно. Для того, чтобы вы оценили, к тому же 60 кадров явно интереснее, нежели обычные 4K. Что касается светодиодной вспышки, то тут все более-менее тривиально, достаточно ярко, но примерно такая же, как стояла на прошлых поколениях, и, в общем-то, здесь ничего нового. Ну, и, конечно же, датчик сердцебиения. Вот это уже штука интересная, потому что она позволяет вам при включенной камере сделать снимок, просто приложили палец, сделали снимок, ну, и, конечно же, замерить ваш пульс тоже можно, в этом плане все достаточно любопытно. На правом торце у нас находится кнопка включения-выключения разблокировки, а вот на левом качелька громкости. Ну, не совсем качелька, а две раздельные кнопки громкости, что, в общем-то, вполне себе оправдывает удобство, потому что качелька бывает с именно левой стороны не очень удобно, поэтому раздельные кнопки ощущаются лучше. Так что ход очень правильный, и, в общем-то, вот эта алюминиевая рамка по контуру, она, конечно, воодушевляет и выглядит нисколько не хуже, чем у того же Galaxy S7 Edge. Что касается фронтальной части, то здесь у нас в нижней части находятся, естественно, две сенсорные кнопки, я не знаю, на самом деле, будет вам их видно или не видно, но они здесь присутствуют, вот обе. Ну, и, конечно же, центральная кнопка физическая, домой в нее же встроен дактилоскопический сенсор, проще говоря, сканер отпечатка пальцев. Что касается дисплея, то дисплей у нас здесь Super AMOLED со всеми наворотами и технологиями, на самом деле, примерно такой же, какой стоит в Galaxy S7 Edge, то есть он здесь просто больше. Да и разница, на самом деле, по времени выхода между смартфонами была минимальная. Но, если мы посмотрим, то изгиб здесь аналогично присутствует, выглядит очень красиво, фактически безрамочный смартфон, ну, что-то необычное, более-менее. Ну, и вписано все максимально, насколько это возможно, в компактный корпус. При этом разрешение самого дисплея у нас 2560 на 1440 пикселей, при их плотности в 515 ppi, то есть, ну, можно сказать, запредельные показатели, особенно для дисплеев 5,7 дюйма. Действительно, AMOLED это AMOLED, и те цвета, которые отрисовывают он, и как он это все демонстрирует, ну, альтернатив здесь не так и много. Не знаю, ну, может быть, OLED и P-OLED у LG выглядят примерно так же, но слишком мало смартфонов под данным дисплеем. Мне кажется, что какой-нибудь LG G Flex 2 вспоминается из более-менее последних, но он уже тоже немножечко устарел. Что касается у нас платформы, изначально из коробки шел Android 5.1.1, я его обновил, как только смартфон ко мне приехал, потому что в моем случае данный смартфон был полностью новый, запечатанный. Да и, в общем-то, давайте вот сейчас бум-бум-бум-бум, сведения ПО. Вот, теперь у нас здесь стоит не что иное, как Android 6.0.1. И, заметьте, ничегошеньки не мерцает фактически. У нас там, конечно, есть, наверное, какие-то моменты, которые можно было придраться в плане камеры. Ну, глазами-то не видно ни в том, ни в том случае. Но, понятно, что у Galaxy S6 Edge есть с этим проблемы и дисплей там нехило мерцать. Здесь такого нет. Даже S7 Edge, на самом деле, похвастаться не сможет. Отсутствие мерцания на камеру. Ну, в общем-то, недорогую камеру, как моя. Еще любопытна, конечно же, производительность. Давайте запустим оттуда бачмарка. Я вам расскажу, что находится внутри в плане железки. В плане железки находится восьмиядерный процессор, который называется 7420 восьмиядерный Mali-T760 MP8 в качестве графики. Ну, и, конечно же, 32 гигабайта встроенной. В моем случае бывает несколько вариаций еще. И, важный момент, 4 гигабайта оперативной памяти. То есть, абсолютно точно так же, как в Galaxy S7 Edge. Так что, потери тут минимальные. Они есть, конечно, но все-таки, я думаю, что не критично. Да и показатель в 81 тысячу баллов, он более чем шикарный. Для любого смартфона, включая вот подобного все-таки до сих пор еще флагманского. Что касается графических возможностей, то здесь стоит, конечно же, запустить Asphalt 8 и посмотреть, как это все будет бегать, работать и, соответственно, отрабатываться. Вы знаете, я не буду рассказывать вам о каких-то фишечках самого Самсунга, просто потому, что они здесь и присутствуют. И, в принципе-то, отличий никаких нет. Шестой Android, шестой Android и плюс оболочка Самсунга. Все это накладывает свои определенные положительные моменты. Если подводить какие-то итоги, пока, собственно, я вам показываю игрушечку, то, по факту, камера ведет себя отлично. Да, наверное, она не такая светосильная, ну, прям идеально светосильная, как в Galaxy S7, но при этом для большинства задач ее хватит с головой, и она покажет тот уровень, который вам нужно. Особенно, если у вас руки растут откуда надо, то тогда никаких претензий вы к ней испытывать не будете. Большой дисплей 5,7 дюйма – это большой дисплей 5,7 дюйма. Так что вы сможете точно окунуться по полной программе во все прелести технологических инноваций. Ну, и, конечно же, общий технологический момент здесь присутствует в схожем ключе, потому что в Galaxy S7 это просто раскормленный процессор и, ну, наверное, новомодный гаджет, который активно сейчас пиарится и продвигается. В остальном, вот эта покупка будет стоить вам на десятку минимум дешевле и, в принципе, наверное, принесет нисколько не меньше удовольствия, да и по ощущениям это абсолютно быстрый, максимально быстроработающий смартфон из тех, что я держал в руках. Ну, действительно, правильный флагман, правильный фаблет с дисплеем 5,7 дюйма. Выбирать, как всегда, вам, насколько мог, настолько рассказал, и, в общем-то, уверен, что вы сделаете правильный выбор и для себя как-то решите, стоит экономия или не стоит, или же вы пойдете и отдадите чуть больше, но задань моды. Что то, что то, в принципе, прекрасно себя продемонстрирует. Огромное спасибо, что смотрели, но не забывайте, что спонсор данного эпизода buyon.ru, магазин, где вы можете купить такой Samsung по отличным ценам, конечно же, со всеми возможными плюшками, плюс с официальной гарантией и бесплатной доставкой по Москве. Действительно приятно, то, что такие магазины у нас появляются все больше и больше, особенно в онлайне. Качественно, все качественно. Еще раз всем спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok